Кыргызско-индийский бизнес-форум, посвященный сотрудничеству двух стран в области сельского хозяйства, стал логическим продолжением официального визита премьер-министра Индии Нарендра Моди в нашу страну. В ходе его визита и встречи с президентом Атамбаевым был подписан ряд двусторонних соглашений. Премьер Индия отметил тогда и необходимость активизации двусторонних отношений в области сельского хозяйства. На форум съехались более 15 крупнейших продовольственных компаний Индии. Стало очевидным, что зарубежные предприниматели приехали не для того, чтобы просто посидеть и поговорить о несбыточных проектах. Они тщательно изучили рынок и возможности Кыргызстана в перерабатывающей промышленности. К примеру, Ритиндер Содхи говорит, что Кыргызстан в год производит более миллиона литров молока, но перерабатывает всего 30% сырья. «Мы готовы поделиться своим опытом и знаниями в этой области организации маркетинга и продажи готовой молочной продукции», – говорит Содхи. «Если взять Азиатский регион, то здесь только две страны, которые могут обеспечить себя молоком. Это Кыргызстан и Индия. В соседних странах ощущается дефицит этого продукта. Потому сейчас мы должны создать инфраструктуру, которая позволит собирать молоко из отдаленных районов, перерабатывать его и должным образом проводить маркетинг. Мы приглашаем кыргызских фермеров в Индию посмотреть, как у нас фермеры образовали кооперативы и проводят эффективную работу». Индийские предприниматели также готовы внедрить здесь передовые технологии по выращиванию овощей и фруктов в теплицах. В этом случае рынки Кыргызстана круглый год будут обеспечены свежей продукцией, – говорит специалист. «Уверен, предприниматели двух стран найдут точки взаимовыгодного сотрудничества. С нашей стороны мы подготовили соглашение в области организации взаимных поставок сельхозпродукции». На встрече был решен вопрос окончательного запуска кыргызско-индийского картофельного завода в Таласе. Из-за технологических проблем завод простоял четыре года, но уже скоро производство по переработке картофеля заработает, – заверил министр сельского хозяйства Талайбекайдер Алиев. Он также отметил, что инвестиции Индии нужны для организации капельного орошения, ресурсосберегающих технологии и органического земледелия. «Погодные условия Индии позволяют в год собирать урожай как минимум два раза. У них сельское хозяйство построено на принципах зеленой экономики. Продукция экологически чистая, без химикатов и искусственных удобрений. Они также производят качественные семена. Правда, есть проблемы с их прорастанием в условиях нашей страны, но мы можем заимствовать технологии». Участники сегодняшнего форума заявили, что уровень сотрудничества двух стран в агропромышленном секторе в дальнейшем будет только повышаться. Уже в скором времени ожидается заключение контрактов между производителями двух стран.